всем добрый вечер как вы уже поняли я в гараже приехали в гараж на ветру все волосы раздуло как всегда наводить здесь порядке вчера тут ваня немножко повозился сейчас вам покажу что тут изменилось так ну что он вижу столик подвесил сюда хорошая идея так дальше что у нас тут но это мы с ним вместе с вешали полку за эту дверку я вам тоже говорила вот тут он не занял одну полочку свои инструменты поскладывал тут что-то тоже пытается занять мою полку здесь что у меня не пойму ли здесь казан казан да здесь казан ладно казан пусть тут пылесос в общем что сейчас я сейчас буду протирать эти стеллажи вот барбекюшки туда определю до чудо может что-то еще а ваня в этом гараже тоже вчера он повозился немножко ой вообще хаус 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 настоящий неужели тут когда-то будет чистота мне не верится тут тоже он все на полках убирался по протирал вижу чистенький полки такие бестолковые ванить переделать хочет но не в этом году расстояние до стенки большое и туда все заваливается слушайтесь по прибрался немножко сейчас у нас тоже здесь будет продолжать стеллажи свои здесь усложить надо а я там начну стеллажи протирать до переносить правда еще не знаю что матом и по складу дрель перфоратор этот болгарка сварка маска сварочная общем на полке туда сложил здесь надо тоже будете собираться в общем-то уборка 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 люди вон шашлыки жарят сегодня а мы все убираемся на все некогда я когда уже мы будем шашлычить вентилятор включить очень душно очень душно что-то может быть шкаф сюда уберу в общем-то потихонечку будем возиться тут прибираться а ванящие книги ящики с книгами все таки стали на свое место как и были никуда мы их не дели они вот принес из такой высокий этот и еле перелазью блин высота такая мыть нам под воду нас ладно начнем уборку ну чтож началась свою уборку с того что подмела гараже пыли села потом приступила протирать стеллажи на верхней стеллаж вообще никак не достаю стала на диван благо что сейчас диван у нас хорошо закреплен на нем хоть прыгай хоть танцуй как говорится в общем то протирая стеллажи как я уже сказала ваня одну полку занял под свои какие-то инструменты какие-то свои технику в общем-то какую-то свою которую он пользуется очень редко которую достает очень редко и она вроде бы нужна но в том гараже на ему там мешает потому что он ее достает редко но гру ладно одну полку занимай и я отдаю добро на вторую полку сверху я тоже сложила ручной пылесос он сломан и его не конечно предложила его выбросить но он сказал пусть еще полежит есть какой-то человечек у него знакомы который может с этим пылесосом справиться просто никак не доходит ход чтобы договориться насчет этого пылесоса чтобы его взяли у нас на ремонт ну в общем то сказал пусть лежит все сложила там на верхней полке пылесоса и протерла все остальные стеллажи пришла к этому белому шкафчику думала сейчас я в него складу посуду открываю там уже посуда оказывается лежит ваня видимо посуду это все сложил накануне когда занимался уборкой тут я вам кусочек снимаю что он тут распиливает часть от ножной машинки верхняя деревянная вот на дрова и все-таки решил распилить сказал мне она не нужна ну я вернулась к себе в гараж протираю тут стеллажи протерла тумбочку там под телезан протерла стол протерла и теперь стилю клеенку тоже ее протираю клеенка конечно вся мятая никто и не сложил она весь ремонт у нас где-то валялась вообще жмаканная вся мятая даже не знаю где она лежала вот тут вот такой вот хаос просто вот не верится вот вы верите что мы здесь когда-нибудь что-нибудь уберем мы здесь пытаемся убрать уже три дня все по чуть-чуть по чуть-чуть не как у нас времени вообще в обрез вообще не хватает это отдельная тема про время в общем-то сегодня я с ночи и вот мы в шесть седьмом часу поехали в гараж и его не громы отсюда не уйдем пока не уберем здесь этот гараж ему нужно загонять машину на ремонт запчасть заказывали на озон уже давно пришла а машину загнать некуда просто-напросто вот просто вообще тут даже не то что машину зайти невозможно в этот гараж так что мы сегодня всеми силами пытаемся и у нас будет отличный результат заранее забегая наперед что мы все это дело разберем но вы наслаждайтесь нашей мотивацией глобальной просто глобальной мотивации на уборку в гараже и 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 Тут мне Ваня дал ЦУ, говорит, разбирай, здесь все на столе. Ну тут даже к столу, честно сказать, подойти просто невозможно, все навалено, все лежит. Просто, знаете, страшно представить, что вот этот бардак у нас в гараже все лето. Такого наш гараж ужаса просто никогда еще не видел. Надеюсь, уже никогда не увидит. Хотя в этом году мы планировали тоже побелить в этом гараже, но не успеваем по времени. Никак у нас вообще в этом году не получается. Мы решили отложить на следующий год, а там еще неизвестно, на когда, в общем-то, побелку в этом гараже. Но надеюсь, уже, конечно, такого ужаса не будет, какой мы допустили в это лето. Потому что, знаете, все вот набегами, набегами в этот гараж, в этот ремонт, тут же огород. У нас в этом году прям столько всего в это лето. И гараж, и огород, и работа без отпуска. То есть это все навалилось, просто вообще навалилось. Мы даже в этом году, в это лето, страшно подумать. Я вообще один раз купалась. Мы не были на речке. Мы не ездили с ночевкой на пикник, как у нас это было заведено до этого. Просто вот лето махом пролетело, а мы все в этом гараже. Поэтому запустили этот гараж просто до ужаса. И вот теперь пытаемся в нем привести какой-то порядок, чтобы более-менее здесь было ходить, пространство какое-то освободить. В общем-то, я тут вожусь на столе, на ваненом. Конечно же, он на меня пытается еще побурчать, что я что-то не туда складываю, что-то неправильно кладу. Не на те места. Я говорю, я вообще не знаю, что у тебя, где, в каком ящике, какая твердка лежит. Должно все лежать по правильному, по порядку. Я, конечно, его понимаю. Я такой же человек по кухне. У меня вот эта ложка должна вот так лежать, вот эта кружка должна там стоять и так далее. Ну, не всегда, конечно, получается, но стараемся. Какая-то вот эта пунктуальность у нас есть. Я уже смеюсь, аж смеюсь не могу. Говорю, вот как могу, так и убираю. Сказал убраться, я буду убираться. В общем-то, после меня, я так понимаю, Ваня еще долго будет искать какие-то отвертки, какие-то там гвозди, саморезы и так далее. Потому что я вот где вижу свободное место, туда просто-напросто и все это складирую. Поэтому ржала вот аж до слез. Просто не видно в кадре, как я смеялась. Сказала разобрать стол, я и разбираю этот стол. А что, куда? Я же не буду каждый раз у него спрашивать. А вот эту отвертку куда? А вот эту куда? Естественно, я ложу сама, куда считаю нужным. В общем-то, ну вот так вот. А Ваня тем временем занялся вот этим железным шкафом. Там тоже мы телевизор отсюда вынесли, как вы уже видели. И теперь этот шкаф полностью его. Он протирает, там тоже на нем полки перебирает. Ну там, конечно, у нас на нижней полке целая полка дров лежит. Ну это тоже дело нужное. Без них никуда зимой. Ох, как эти дровички нужны. Поэтому они там и останутся так лежать. Остальные полки он сейчас переберет все. Протрет. Вот тут вот он меня, конечно же, в кадре видно отчитывает, что я неправильно сложила эти болтики. Не в те баночки. Смеемся. Вообще вот я говорю. Я прям действительно даже сейчас озвучиваю. Я вспоминаю, как это было вчера. Озвучиваю на следующий день. И просто мне смешно. Я говорю, на тебе свои банки. Застегивай их сам. Закрывай их сам. Я просто не умею. В общем-то, вот такая у нас сегодня уборка. Вместе, конечно, быстрее намного, веселее. Как-то и у нас с ним сегодня было, ну вчера точнее, было такое, знаете, настроение. Такой настрой был. Активность такая была, чтобы быстрее, быстрее закончить эту уборку в гараже. Чтобы быстрее навести здесь порядки. Разобрать просто этот хаос. По-другому не назовешь. Ваня вот вообще, он говорит, блин, ну такого, конечно, у нас никогда не было в гараже. Поэтому у нас сегодня, вчера точнее, еще раз повторюсь, настрой был, чтобы от и до, по-максимальному, все разобрать, убрать. Конечно, это не генеральная уборка в гараже. Это максимальная уборка, но не генеральная. Тут я уже все на столе разобрала, на полках перебрала. Стол протираю тоже так, более-менее. Это, конечно, на черновой вариант протирается. Это еще все запылится. Может быть, на следующий день или через день мы еще раз это все будем протирать. Ну, посмотрим. А пока я на черновой вариант это все дело, как говорится, протираю. Вот такая вот у нас уборка происходит. Не знаю, нравится вам или нет формат видео такого формата. Конечно, почему все нету вживую звука? Потому что у нас играла музыка. Ну, как-то, знаете, мы решили уборку с музыкой. Музыка играла не громко. Я не люблю в последнее время громкую музыку. Наверное, благодаря моей соседке я громкую музыку просто уже не переношу. А такая вот спокойная, тихая, негромкая. Что мы друг друга слышали, не кричали друг другу от этого анимения звуком, музыкой. Поэтому, в общем-то, получается голос за кадром. Так, кстати, вот эти вот полочки. Вот эти полочки над подвалом. Вот узенькие, маленькие две штуки. И Ваня хотела изначально их снять. Но это все планировалось тогда, когда мы планировали белить ремонт, делать в этом гараже. Но так как у нас в этом году не получается, полки, соответственно, остаются. Я ему говорю, давай эти полки займем чем-нибудь полезным. Вот они реально просто бестолково висят. Он говорит, ну давай, давай. Вот у него целая гора всяких баночек, скляночек, емкостей, контейнеров всяких. С саморезами, с болтиком. Ну, я думаю, у вас, у каждого из мужчин болезнь. И у каждого это все имеется. Всякие саморезики, болтики, шайбочки, гаечки и так далее. В неопределенно большом количестве. Также у нас этих баночек 100 штук. Я ему говорю, давай вот сюда что-нибудь поскладываем. Вот хотя бы вот с этой вот подвесной антресоли, которую вот достаю как раз я это все. Давай все сюда посоставляем. Он согласился. Даже вот всякие флаконы, всякие смазки для машины, там газ, баллончики с газом. В общем-то, ну давай, говорит, все сюда поставим. Я говорю, так оно у тебя будет хоть и на виду, ты хоть будешь видеть, где что искать. Ты уже будешь знать, что у тебя все вот эти гаечки, не гаечки, все в одной стороне. В общем-то, согласился. Мы все это все перенесли на полочки. Ну и антресоли, соответственно, освободился уже для чего-то другого. Так, ну что, вроде бы все везде перебрали. Конечно, я не все снимала, потому что память в телефоне, насколько большая, она мне стала как-то поджимать, заканчиваться. За кадром мы убрали вот эту полку, где вот как раз висят всякие ножовки и неножовки. На ней мы там тоже убрали. Шторку я повесила, обратите внимание, где телевизор стоял. Теперь с самого вверху шторка висит. Там тоже Ваня все убрал, разобрал. Ну и теперь у нас уборка. Подметаем пылище столбом, как ежики в тумане. Подметаем пол, собираем мусор, ну и все. Задушка мусора. Вот все мусор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok